Вопрос. Мы хотели бы узнать убеждение праведных предшественников относительно благородного Корана. Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Вероубеждение праведных предшественников относительно благородного Корана такое же, как их убеждение относительно остальных имен и атрибутов Аллаха. Это вероубеждение основано на доказательствах из книги Аллаха и сунны Его посланника. «Каждый из нас знает, что Аллах описал благородный Коран, сказав, что Коран – его слова, и что он неспосланный. Всевышний Аллах сказал, «Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слова Аллаха. Затем доставь его в безопасное место» – Сура Ат-Тауба, аят 6. Под словосочетанием слова Аллаха здесь, несомненно, подразумевается благородный Коран. Всевышний сказал, «Воистину, этот Коран рассказывает сынам Израиля большую часть того, о чем они расходятся во мнениях». Сура Ан-Намль, аят 76. И слова, и значения Корана являются речью Аллаха. Аллах действительно сказал его и открыл верному Джибриилю, а после Джибриил сошел с ним на сердце пророка, салюллаху алейхи вассалям, чтобы он стал одним из предостерегающих от заблуждения. Коран был неспослан на ясном арабском языке. Праведные предшественники верили, что всемогущий и великий Аллах неспослал Коран Мухаммаду, салюллаху алейхи вассалям, частями на протяжении 23 лет, в соответствии с тем, как решил великий и всемогущий Аллах по своей мудрости. Неспослание было причинным и беспричинным. Что означает, некоторые части Корана были неспосланы из-за причин, вызвавших неспослание откровения, а другие были неспосланы без причин. Некоторые были неспосланы из-за случая, произошедшего с пророком, салюллаху алейхи вассалям, и его сподвижниками. А другие, как это упомянули ученые в этом разделе, были уже изначально неспосланы с заповедями шариата. Праведные предшественники говорили, «Воистину начало Корана от Аллаха, и к нему он вернется в последнее время». Таковы слова праведных предшественников о благородном Коране. Для нас не является тайной, что Всевышний Аллах наделил благородный Коран великими атрибутами. Он его описал, назвав мудрым, благородным, великим и славным. Атрибуты, которыми описал Аллах свое слово, будут касаться и того, кто придерживается этой книги, действует в соответствии с ней как внешне, так и в душе. Всевышний Аллах даст подобному человеку столько славы, величия, мудрости, чести и власти, сколько не будет тому, кто не придерживается книги всемогущего и великого Аллаха. Поэтому с этого места я призываю всех мусульман, правителей и народы, ученых и простых людей придерживаться книги всемогущего и великого Аллаха как внешне, так и в душе, чтобы пришли к ним слава, счастье, величие и победа на востоке и на западе земли. Цитата слов досточтимого шейха Ибн Утаймина, да помилует его Аллах, а Аллаху ведомо лучше. Субтитры создавал DimaTorzok